МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат от партии Свобода Андрей Ильенко и адвокат Сидор Кизин признаны потерпевшими от хулиганских действий. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня заявили в Главном управлении милиции города Киева. По данным медиков, Ильенко и Кизин получили легкие телесные повреждения. Напомню, что нападение произошло вчера в центре Киева, буквально в двухстах метрах от столичного отделения милиции, где депутат Свободовец до этого давал показания по делу о поджоге отеля «Премьер Палас» во время факельного шествия, которое организовала его политическая сила 1 января. Следствие рассматривает несколько версий нападения на народного депутата. Дело находится на личном контроле министра внутренних дел Украины. Проводятся следственные действия. Сегодня я предложил следственному депутату Ильенко приехать и безусловно с ним, чтобы произошло оттворение, провести следственный эксперимент. Но, возможно, за станом здоровья Ильенко отмолился. Сегодня дали вопросы, и сегодня следственная группа дослеживает все помещения вокруг, и не только вокруг места скояния злочину, но расширяется круг этого места и другие помещения, где могли быть камеры спостережения. Обстоятельства расследования уголовного дела по поджогу «Премьер Паласа» в милиции не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Известно только, что правоохранительные органы в настоящее время проводят следственные действия, изучают видеокамер наблюдения с места происшествия и собирают показания очевидцев. Подробности будут следить за развитием ситуации и реакцией общественности на это. Это резонансное событие. Пьяные на дороге за несколько дней Нового года сотрудники ГАИ остановили полторы тысячи нетрезвых водителей. Львиная доля таких нарушителей попадаются в темное время суток, как пытаются избежать наказания. И поддаются ли на пьяные уговоры инспекторы? Ночью вместе с патрулем отдежурил Ярослав Кречко. Первые дни Нового года. Горячий аппарат для гаишников. Сейчас на часах 11 вечера. Рабочая пятница уже позади. Но впереди снова выходные. В это время, по словам инспекторов, нетрезвый водитель на дороге – не редкость. Старший лейтенант Ильченко на посту больше часа. В руках жезл, а в машине еще одно орудие труда – алкотестер. Берем мульштук, при свитках разрываем мембрану, вставляем мульштук в прилад и в воде дьме. И результат тесту через несколько секунд. Предложить подуть в трубку инспектор вправе, если человек за рулем ведет себя подозрительно. Но праздники даже у адекватных водителей на всякий случай спрашивают. Сергей Юрьевич, спиртного не вживаете? А Алексей Юрьевич, спиртного не вживаете? Нет, не вживаю, уже полтора года. Пьяные инспектору Ильченко пока не попадались. А вот его коллеги на Михайловской площади в полвторого ночи забирают права у горе-водителя. Автомобиль отправляют на штрафплощадку. Примерно в это же время другому патрулю попался еще один неразговорчивый водитель. Здесь скорее не алкоголь, а наркотики. Очи на светло, не адекватная поведенка. Не разберусь, не четкая мова. Вы согласны с обвинениями ГАИ? Со середины декабря в Украине новые штрафы. Пьяное вождение подорожало почти в два раза, до 6 тысяч гривен. Повторные нарушения грозит админарестом, лишением прав до трех лет и конфискацией автомобиля. Сегодняшние дни показывают, что не боятся они таких штрафных санкций. Водители к изменениям и праздничному усердию инспекторов ГАИ относятся по-разному. В принципе, они правильно делают, только если они не будут брать взяток. Отдал тысячу ему на руки или полторы, да и все. Поехал дальше. Надо казнить, вплоть до лежения свободы за управлением транспортом в пьяном виде. Только в Киеве каждые сутки останавливают до полусотни трезвых водителей. Но у инспектора Ильченко эта ночь выдалась на удивление спокойной. На жаль, сегодня мы не выявили водителя, какие герои в стане алкогольного исполнения. Все на счастье. Все на счастье. Ярослав Кречко, Василий Миновщиков и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. В столице запустили проект «Семейный патронат». Он касается детей, которые попали в сложные жизненные ситуации. Пока ищут биологических родителей или, например, идет процесс лишения родительских прав, ребят отдают во временные семьи. Что это за практика и как работает эта программа, разбирался Сергей Ружицкий. Лариса Петровна уникальная мать. Для своих троих детей родная, а для этих двоих временная. Этой девочке девять. Родители ее бросили. Отец и мать годовалого мальчика в ожидании суда. Их лишают родительских прав. В доме Кузнецовых малыши как в сказке. Фактически я выполняю функции мамы, в первую очередь, потому что от меня зависит, чтобы дети вовремя поели, легли вовремя спать. Во-вторых, я, конечно же, и педагог. Потому что, к сожалению, детки, которые пребывают из неблагополучных семей, они многого чего не умеют. Согласно проекту, такими временными родителями могут стать далеко не все. Патернатные мамы платят около 4000 гривен в месяц, плюс 2000 на ребенка. Но семья в идеале должна быть, как Ларисы Петровны, обеспеченная, любящая детей, кто-то из старших по профессии педагог. Временно не работает. Утримание в семье, оно меньше дороговартисное сегодня для государства, если говорить о финансовой бекции и справе, чем утримание в государственном закладе. Поэтому мы говорим, что это будет экономически выгодно государству. И для детей это будет меньше психологически травмующим. Детские психологи к такому патронавству относятся двояко. Хорошо, если ребенок из временной семьи попадет в приемную. Но гарантий никаких. Значит, дети из семьи могут оказаться в приюте. А это травма для психики. Я могу провести аналогию со взрослыми. Вот, например, вы ездили на обычной простой машине. Вам дали поездить месяц или два месяца, или даже полгода на машине очень высокого класса. А потом снова пересадили на вашу машину. То есть, конечно, вы уже не будете довольны ни своей машиной. И особенно вы будете тосковать за тем временем, когда вы ездили на хорошей машине. То есть, примерно то же самое произойдет и с ребенком. Патронатные родители и сами признают, сложности есть. Дети быстро привязываются к временным родителям. Расставание бывает болезненным. Она все время мне четко говорит, я не хочу от вас уходить. Она все время так говорит. Маленькие дети, конечно же, иначе это все выражают. Они просто признаются в любви. Я тебя люблю. И в то же время мы им сразу говорим, что они находятся у нас в гостях. В Киевской службе по правам детей надеются, что столичный проект плавно перерастет во всеукраинский. Но для этого нужен закон, а под него и финансирование. Сергей Ружицкий, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер. Уборка после праздника коммунальные службы собирают ели, сосны и пихты. Те, которые так и не раскупили перед Новым годом, а продавцы просто бросили посреди улиц. Что будет с деревьями дальше, узнавала наш корреспондент Людмила Горбач. Торговать елками и соснами на этой площадке начали еще за неделю до Нового года. Но предприниматели привезли столько деревьев, что не смогли распродать их к празднику. И в полночь весь ходовой товар превратился в мусор. С чипами и без. Крошечные и огромные. Они валяются вдоль дорогу, входа в метро и возле больших магазинов. Где торговали, там и бросили. Продавцы даже поленились отвезти их на переработку или свалку. Покинули до висок. Кому оно потребно? Все. Хай коммунальники забирают, вбирают. За день с этой площадки коммунальщики так и не смогли вывезти все брошенные деревья. А собирать их придется по всему микрорайону. То тут, то там валяются и ели, и сосны, и пихты. Похоже, уборка будет идти без перерыва на выходные или праздники. Смотрите сами, тут какие горели лежат везде. И сейчас оно в кущах, сколько их кто-то есть. Так, что будет, конечно. Не меньше трактористов, которым прибавилась работа, возмущены и жители микрорайона. Навезли много, просили их сбрасывайте, сбрасывайте цену, вас больше будут покупать. Немного нарезали. И в этом году, вот, я здесь живу, каждый год привозят, но столько не было, как в этом году. Радуются, похоже, только дети. Юля говорит, дома есть елка, но искусственная. И чтобы больше ощущался праздник, решила принести в квартиру настоящие еловые ветки. Шапаха дома. Но большинство елей ждет другой маршрут. В свалках. Утилизируем. В Киев зеленстроя уверяют, ничего не выбрасывают. Еловые щепки и как декор, и как удобрение, и как настил для сосновых саженцев хороши. А что щепы с избытком, говорят, не страшно. Все по плану. Есть специальные плантации хвойных деревьев, которые выращиваются непосредственно к новогодним праздникам. Их абсолютно спокойно спиливают. И это не приносит никакого урона лесополосам, паркам и зеленой зоне. Сколько соберут по всему Киеву брошенных лесных красавиц в гороадминистрации, пообещали сообщить. Скорее всего, уже после праздников. Людмила Горба, Сергей Керимник и Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер. Американские власти сообщают о первых жертвах зимней стихии. Напомню, северо-восточные штаты буквально изнемогают от сильных морозов и снегопадов. Людям настоятельно советуют не покидать свои квартиры и дома. Из Соединенных Штатов передает наш собственный корреспондент Надежда Дерманская. Минувшие сутки принесли Америке неутешительные новости. Есть первые жертвы зимней бури. По разным данным, их от 11 до 16 человек в полиции сейчас уточняют это число. Известно, что есть погибшие от переохлаждения, но большинство все же стали жертвами дорожно-транспортных происшествий. Ситуация на американских дорогах сейчас действительно сложная. Плохая видимость, снежные заносы, несколько национальных трасс закрыты для движения. Напомню, непогода охватила 22 штата на северо-востоке США, а также Канаду. Синоптики уже дали название нынешнему снежному шторму – Геркулес. Снежная буря действительно не теряет свои силы и морозы крепчают. Причина всех бед – мощный арктический антициклон. В некоторых штатах, как, к примеру, Массачусетси и Миннесоти, ожидают рекордного снижения температуры в ближайшие дни. Сильнейшие морозы в городах Бостоне и Нью-Йорке. Там усилили патрулирование улиц и спасают бездомных. Крупнейшие аэропорты страны парализованы. На сегодня отменили уже больше 4000 рейсов – и международных, и местных. Власти нескольких штатов приняли решение об отмене занятий в школах с понедельника. Людям рекомендуют запастись продуктами и оставаться дома. Многие так и поступают. Как долго продлится этот вынужденный зимний домашний арест, пока неизвестно. Синоптики предполагают, что в начале следующей недели Геркулес продолжит свирепствовать. Надежда Германская, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Украина может потерять 26 своих граждан. Они готовы к безвозвратному путешествию на Марс. И уже прошли строгий отбор. Предварительный. Компания Mars One огласила список тех, кто претендует на полет. Из сотен тысяч отобрали 1058. Большинство это американцы. Затем следуют граждане Канады, Индии и России. Но с некоторыми украинцами, которые согласны на билет в один конец, пообщалась Оксана Кундеренко. Туда, куда не летают самолеты, собираются долететь самые смелые. Человечество давно мечтало покорить Марс. И кажется, некоторым избранным скоро предоставится такая возможность. Свои марсианские хроники Иоанн Ткаченко готов начать хоть сейчас. О космосе только и мечтает. И мечтает активно. В 23 года он и астрофизик, и пилот. Профессия пилота – первый шаг звезды. Такие и нужны. Молодые, здоровые, образованные, психически устойчивые и неконфликтные. Вскоре им предстоит собеседование и медицинское обследование. А еще через год общее количество претендентов уменьшится до 24. Скорее всего это будет по медицине связано. Но я думаю, что у меня никаких проблем с медициной будет не должно, потому что я прошел медкомиссию на первый уровень, операционный сертификат получил. Но если уже дальше в отборе будут какие-то проблемы, скорее всего это будет связано с чем-то другим. Своё письмо счастья Иоанн получил под Новый год. К Рождеству ожидает дальнейших инструкций. Только из Украины уедут готовиться 26 финалистов. В основном это парни, девушка одна, еще и младше всех. Диане из Кировограда – 19. Самому старшему претенденту – 58. Наша задача – отделить тех, кто физически и психически способен стать первым представителем человечества на Марсе, от тех, кто воспринимает эту миссию не столь серьезно. Кое-кто уже собрался на первые встречи с организаторами. Окупанты Марса, так гласят надписи на футболках, настроены серьезно. Я всегда хотела добраться до этой планеты. В три года показывала папе на небо и говорила, папочка, поехали. Полетим ли мы на самом деле, не знаю. Хотя я оптимист. Во время подготовки каждый шаг кандидатов на полет будут фиксировать камеры. Финал отбора вообще покажут в прямом эфире. И все ради денег. Компания-то частная и средства на экспедицию, а это миллиард долларов, собирают с помощью спонсоров. Скептики смеются, мол, задуманного не осуществить. А задумано следующее. Роботы построят на Марсе жилые модули, затем в них поселятся первые колонисты – 4 человека. Случится это не раньше 2023 года, поэтому время еще есть. Если вы мечтаете о дне, когда человек ступит на другую планету, это ваш шанс стать частью первой миссии на Марс. Кандидаты на полет проведут в марсианском симуляторе 8 лет. Но до настоящих нагрузок на Красной планете далеко. Там радиации почти нет притяжения, атрофируются мышцы и быстро вымывается кальций из костей. Безопасность астронавтам никто не гарантирует. Но уж очень манит людей загадочная планета, готовы полететь, чтобы не вернуться. Оксана Кундеренко и Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Путин и Лукашенко сыграли в хоккей. Как это было? Смотрите во второй части подробностей. И не переключайте, у нас еще немало интересного. Митинг в защиту акул в Австралии. Подкопченая форель со шпинатом, чем почуют звезд на золотом глобусе. И юбилей любимого фильма, в чем сознался Мишов. Международная организация «Врачи без границ» сообщила подробности о своих медицинских работниках, которых похитили накануне в Сирии. В плену оказались пятеро – это граждане Бельгии, Швейцарии, Швейцы, Дании и Перу. По словам свидетелей, неизвестные боевики ворвались в дом медиков и взяли их в заложники. Врачи без границ пытаются установить связь с похитителями. Активисты работали в Сирии без официального разрешения, но на территориях, которые контролирует свободная сирийская армия. В Олимпийском Сочи отведут специальное место для митингов. Президент Владимир Путин поручил создать в городе площадку для общественных мероприятий, в том числе и для демонстрации протестного характера. Чтобы устроить акцию во время Олимпиады, желающим необходимо будет получить разрешение в МВД и ФСБ. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах одобрил решение Путина. В Сочи российский лидер также посмотрел репетицию открытия игр и лично опробовал лед в Большом дворце. Во время матча звезд ветеранов хоккея он сыграл в одной из команд. Компанию ему составили президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу. Их команда и победила соперников с разгромным счетом 12-3. Фестиваль снега и льда в китайском Харбине, новая находка в египетском Луксоре и права акул в австралийском Перте. Подробности в нашем обзоре. Австралийцы отстаивают права акул. Тысячи жителей города Перт устроили на пляже митинг против планов местной власти уничтожать гигантскую рыбу. Чиновники беспокоятся о безопасности пляжей и планируют разрешить рыбакам вылавливать белых, тигровых и акулбыков, а также убивать их и, если длина особи превышает 3 метра, сбрасывать суши в воду. Защитники акул опасаются, что такие меры нанесут огромный вред океанской экосистеме. В мексиканском штате Геррера 9 человек погибли во время нападения на тюрьму. Шестеро неизвестных под видом делегации пытались проникнуть в помещение. Завязалась перестрелка, в ходе которой погибли пятеро нападавших и четверо заключенных. Мотивы злоумышленников неизвестны. Тюремщики подозревают, что это была либо попытка устроить массовый побег, либо разборки между криминальными бандами. Китайский город Харбин готовится к юбилейному фестивалю льда и снега. Тридцатилетия будут отмечать с особым размахом. Некоторые скульптуры достигают 26 метров в высоту и 116 в ширину. Тут и сказочные герои, и ледяные замки, и лабиринты пещер, и самая длинная в истории фестиваля ледяная горка – 240 метров. На строительство этой красоты ушло 180 тысяч кубометров льда и 150 тысяч кубов снега. Вечером искусно вырезанные монолиты подсвечивают иллюминациям. Луксор неустанно удивляет исследователей. В древнем египетском городе японские ученые обнаружили гробницу пивовара Хонсу Имхеба. Он изготавливал напитки для ритуалов, посвященных богине Муд, покровительнице неба. Сохранению более чем 3200 лет. На стенах сохранились рисунки, изображающие жизнь пивовара. Посетители смогут их увидеть после окончания археологических работ. Огненная гора угрожает безопасности индонезийцев. На Суматре проснулся вулкан Синабунг. Выбрасывает пепел и извергает лаву. Ее потоки растеклись на расстояние до 5 километров на юг от кратера. Активность вулкана усиливается. Местные власти уже эвакуировали 20 тысяч человек. Американские знаменитости глотают слюнки. И сегодня стало известно, чем будут подчивать гостей на вручении кинопремии «Золотой глобус». В меню нашлось место и для экзотики, и для местных калифорнийских блюд. О вкусах и запахах 71-й церемонии расскажет Анна Третьяк. Последние недели работа на кухне отеля «Беверли Хилтон» буквально кипит. Лучшие повара ломают головы, как удовлетворить вкусы самых избалованных гостей церемонии «Золотой глобус». Ведь сначала они оценят шедевры кулинарии, а уж потом – шедевры кино. И вот меню. В этом году мы сделали калифорнийский акцент. Основное блюдо – слегка подкопченная форель. Мы подаем ее с тушеным шпинатом и кукурузой. Также побалуем гостей тушеными ребрышками, приправленными северо-африканскими специями. Чтобы мясо буквально таяло во рту, его тушили три часа. Не менее тщательно подбирали и овощи. На кухню свезли все лучшее, что выросло в радиусе 300 миль. К закускам и основному блюду будут подавать изысканный алкоголь – шампанское. Моэт шадо и вино шардоне. Впрочем, искушенную публику этими напитками не удивишь. Поэтому придумали особенный микс под названием «Золотая ночь». Название напитка созвучно самой церемонии – «Золотой глобус». Вдобавок к этому – микс золотистого цвета. Достичь этого удалось благодаря сочетанию кардамона, сиропа, грушевой водки и шампанского. На десерт – манговый пирог с нотками ванили и ежевики. Вот он, наш десерт 2014. Пока шеф-повара тщательно составляли меню, дизайнеры оформляли банкетный зал. В этом году преобладает золотистый оттенок. В прошлые годы стены были в красных тонах. Это прекрасный, насыщенный цвет. Однако в этот раз мы подумали – окей, стоит сделать золотую церемонию золотой. Так что подобрали розы теплых оттенков, чтобы подчеркнуть дизайн. Угодят ли организаторы капризам звезд, станет известно через неделю. Их усилия оценят и первые лица Голливуда – Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Том Хэнкс и Сандра Балок. Впрочем, актеры и сами будут ждать оценок. В этот же вечер огласят имена лучших актеров по версии Голливудской ассоциации международных журналистов. Анна Третьяк, подробности – телеканал «Интер». Сколько дней в году, столько и икон Богородицы написал художник из Баграчан, это Львовская область. Работы необычные, выполнены на деревянных частях церковной кровли. Сам собор строили в 15-17 веках. Сейчас охраняется ЮНЕСКО. Со всеми подробностями Кристина Гошенко. Лица разные, но грустные глаза у всех Богородиц. Их здесь 365. Все иконы родились под кистью 60-летнего художника из Драгобыча. Мастерская, где творит Левскоп, настолько маленькая, что развернуться двум людям очень сложно. Идея написать Богородицу 365 раз возникла спонтанно. Когда я увидел на диване 10-15 икон, которые так лежат, я сразу подумал, а что бы не намалювать, ну, сверху. 365 икон. Для украинцев я не знаю, что это могло быть. Написаны иконы не на простых дощечках. Это часть крыши древней церкви в Драгобыче. Ее архитекторы реставрировали прошлым летом. Сброшенные в кучку куски кровли хотели вывезти на свалку, но часть художник собрал в мастерскую. Все эти образы мастер создавал с помощью самых простых и дешевых красок. Работал над иконами почти полгода. Художник уверен, писать Богородицу ему помогают свыше. Все иконы продаются. Интересно, что покупатели очень часто выбирают их по дате, которая стоит на каждой работе день и месяц 2013 года. Художник один, не нашел свою еду, купил в день знакомства с девчонкой. Все деньги, которые удастся выручить за иконы, Левскоп планирует отдать на благотворительность. В планах художника создать на таких же дощечках всех святых. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Премьера на Интере. Новый проект доктора Комаровского. Два о том, как оказать помощь своему ребенку в ситуациях, когда это могут сделать только родители. Внезапная высокая температура, боль в горле или обычная заноза. Неотложная помощь. Навыками ее оказания должен владеть каждый внимательный родитель. А помощником Евгения Комаровского станет новый герой программы. Везунчик, с которым постоянно что-то случается. Школа доктора Комаровского «Неотложная помощь» будет выходить каждое воскресенье в 10 часов утра на телеканале Интер. Не пропустите уже завтра первую программу. Очень рад приветствовать вас в школе доктора Комаровского. Правда, должен сказать, что это не совсем та школа, к которой вы привыкли. Весь год мы будем с вами жить вот вместе с этим молодым человеком. Фильму «Москва слезам не верит» в этом году исполняется 35. Картину называют самым успешным советским фильмом. Получил Оскар. Именно его Рональд Рейган пересматривал несколько раз. Для того, чтобы постичь загадочную русскую душу. Ленту увидели зрители в 100 странах мира. Но так до сих пор и не разгадали секрет успеха. Обычной, казалось бы, жизненной истории. Сценарий мелодраматической истории о том, как три провинциальные подруги приехали покорять столицу, пылился долго. И вот режиссер Владимир Меншов его переделал и снял, как потом признается через много лет, фильм, который хотел посмотреть сам. И не только он. В кинотеатры пришли 90 миллионов зрителей. В первые дни показа, желающих посмотреть кино, было столько, что на Ленинградской площади в Москве они не вмещались. И это люди стоят, чтобы купить билеты на... едва ли не через неделю, потому что все продано. И такое в течение трех месяцев продолжалось. Он пришел и увидел, как люди жгли костры возле теперешнего Пушкинского, тогда он назывался, по-моему, Россия, кинотеатр. И он понял, какое влияние на людей оказывает то кино, которое было снято. Фильм буквально разобрали на цитаты. Вот из меня в генеральше получился очень даже ничего. Что в генеральше стоит, надо за лейтенанта замуж выходить. Правдивая история о жизни, резкие повороты судьбы, предательство, настоящая дружба зацепила советского зрителя. Ну а как насчет? Что? Ах, нет, это я люблю. После этой сцены женщины стали ездить в электричках в поисках своего счастья. Чего? Как долго я тебя искала. Трогательная история любви двух взрослых людей изменила жизнь многих. Оказалось, после сорока она действительно только начинается. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дни пять. Так что не торопись, до среды есть время. Изначально режиссер картины видел в роли Катерины, Ирину Купченко или Маргариту Терехову. На роль Григория Ивановича звал Вячеслава Тихонова и Олега Ефремова. Актеры отказались. Так всенародными любимцами стали Вера Алентова и Алексей Баталов. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает. В 1981-м «Москва слезам не верит» получает «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Но поскольку это было первое апреля, то действительно никто до самого вечера не мог поверить, пока не сообщили по программе «Время». «Москва слезам не верит» и через 35 лет все так же актуально и любимо зрителями. Попробовать в очередной раз разгадать секреты этого фильма можно будет завтра в 17.15 на Интере. Алена Центила, подробности, телеканал Интер. Не пропустите завтра в 17.15, «Москва слезам не верит». А сейчас команда подробностей желает вам хорошего субботнего вечера. Заходите на наш сайт в интернете, подробности.ua, а в прямом эфире мы увидимся завтра ровно в 20.00, конечно, на Интере. Счастливо! Счастливо!